Добрый вечер уважаемые люди киберспорта и снова здравствуйте комментируемый для вас уже сейчас будем это mqt вот только что возможно кто-то из вас смотрел серию истов боев а сейчас мы уже покажем немножко другое в клановых соревнованиях кланы у нас лаки старт против скилбразор худ сегодня встретиться на карте кельн на которой мы уже видели блицы но сегодня будет мкс в формате медиум комментировать сегодня будет для вас я его ruftoper снимать показывает дмитрий 55 и моим напарником будет никто иной как дмитрий бесок прежде да привет всем привет зрителям я очень рад вернуться в трансляции и да мы транслируем mqt мне это очень интересно на самом деле я ни одного матча не видел тем более не комментировал поэтому мне это очень интересно ну действительно посмотрим и я думаю что и замены в сетап а точнее в составах ты видишь я тоже не сразу узнал всех ребят кто будет сегодня играть и ну по ходу дела разберемся и мы видим уже некое построение на карте и значит что можем пробежаться по составу поскольку блин какие-то элиты уже прошли давай я побегу по стилбразер хуй тут у нас виртуоз боец бдп а мг пёсен и кто-то вышел а вышел у нас манхэттен надеемся что он войдет потому что в пятером я думаю ребята не смогут играть манхэттен заходит и перед и слов тебе а доктор манхэттен зашел и все-таки все будет 6 на 6 а звуки старт свою очередь скорость 2 зомбой 2 марикас жирик рейв и зайгут мэн кд вот теперь есть такое предложение пробежаться по сетапам уже поскольку стал формата пробежаться по формате интерес как они будут играть я смотрел правила даже ну давай по формату немножечко это должно быть каждой пушки по одной да и там один магнум и по моему ближние пушки только на легких да да если я ошибаюсь то действительно пушки должны быть на легких корпусах и вот как в прошлый раз почему-то меня удивило на в лицах когда у тебя еще не было и буквально недельку назад было я увидел что ребята играли в 3 вас по а то и в 4 а тут я вижу уже как-то их поменьше дали в карте имею ввиду да я даже кстати забежал там расписание результат мне было интересно как эти ребята вообще играли я посмотрел какой-то там 28 тур ну говорят да судьи но сами команды эти больше из нижней части таблиц если не ошибаюсь то кто-то из них 8 занимает место чуть чуть ниже поэтому я сейчас посмотрю и скажу точно текущие таблицы именно да можем навести справки и в этом уже все-таки наши зрители будут точно знать кто есть кто но пока что никаких таких агрессивных моментах нет есть врывы и врыва дропа как и присутся в медиуме у нас единственное что да просто ребята ждут дропа ну а я я пожалуй начну пока дима там смотрит на ту команду которую я озвучивал а озвучивал я таки старых скажу вкратце кто на чем играет я вижу вот в дефе фикинг у них рейв у них отыгрывает на твинсе на вика твинсе в дефе также из гудмен рядышком на громе помогает по центру так понимаю будет пушить марикос на рикошете своем также связи тка и есть два рикошета используют точнее у нас лаки старых и и сетку на воспе и скорость еще также отыгрывает на рельсе то есть вот так вот рикошеты рельса огромный твинс на команду и зина это можно слушать чтобы быстро комментировал а мы только сажали что локистор на восьмой строчке а стиль бастров на 12 но это в текущей торпице это понимает а второго тура она до конца осталось совсем немного я так понимаю что это у нас такие уже решающие бои да сезем уже выход на такую скажем так финишный прямой пока там мой коллега поправляет микрофон боец уже у нас на двойном дропе дергает флажок будет вылетать на центр и тут есть зам бой 2 который пока что на дропе ничего не идет но боец просто в ловушке на марикос он вылетает если заряд в обойме молота нет перехвата от виртуоза скидочка была под именно этого парня также забирают у нас замбоя и гудмен гд скорее всего но там очень узко смотри как они там дерутся все надо возвращать и ну и слушай они уезжают а флаг уезжает это будет размен я почему-то думал что они поставят да потому что там была амжи который все-таки предпочел вот соевить флаг хотя именно он должен был отправляться вместо бойца тогда вот кушать но размен на кельне прошлый раз я говорил когда мы комментировали с вами я говорил что это не бывает долго давай уже посмотрим я не знаю что то может вообще долго на этом кельне смотрится конечно очень весело все что мы видим они держат флаги вот так вот как-то зеркально один стоит из зитка а вот амг стоит без зитки на твенсе но можно предположить что там и зитка дежурная поскольку вот она едет вообще вообще она едет за флагом хотела прикоснуться к прекрасному пробовать вернуть но пока что нет угроз и у вот я хочу тебя спросить помнишь ли когда-то давно у нас были такие по-моему на рио на васпах просто какой-то был экзотик фановый и вот почему-то сейчас мы видим очень похож на этот экзотик как тебе кажется я помню да то экзотик он там так интересно назывался еще на васпиках было весело ты знаешь не совсем это напоминает все-таки тут есть викинги я вижу но и там еще наверно хорнат и ванда у бдп я точно вижу так что немножко не то мне кажется если не брать во внимание то динамика вот именно атакующих сторон сейчас может быть опасно мячи и правда надо дэшки справиться со всем вот в плане атаки то что только не васпы ездит но их харьки иногда то это все очень быстро происходит но и также быстро и сливают вот у нас есть заход от виде пи на нейтре на марикоса вот попробовать игром раздамажить игром неплохо накидывает есть также акула от рикошета кто уже будет первый салют видимо не сливают бдп сливают бдп да не может быть ну вот просто он я тоже думал что он как бы салют флагоносца но не тут то было разуме надолго не длятся но ты знаешь вот у нас уже по моему минуту две-три точно размен но вот сейчас может закончиться если замбоя убьют была такая хорошая хороший заход и у пёса на проблемы там рейв к нему зашел кто-то мне подсказывает что этот короткий размен который ты предсказываешь до конца раунда ну да так возможно правда есть боец не знаю заряд а он просто мажут он просто стреляет выше викинга вот так вот иногда играешь такой себе на васпе на молоте и стреляешь викинга и просто промахиваешься ну да слушает теория то что я говорил за там большим полторы минуты размен то они все-таки тут уже довольно таки долго да происходит ты знаешь команда ты понял были менее равны они и змеи памяти в то время были такие на равных условиях скажем так сейчас я так понимаю времена не сильно изменились по-прежнему довольно равно тяжелые времена наверно сейчас для каких-то кланов которые борются за выживание где-то во втором дивизионе но мы будем еще лицезреть вот буквально я так понимаю недельки через полторы-две уже стыковочные матчи это значит когда свежая кровь с как бы фрешблад против основы столкнется против тех кто играет постоянно в мкете и привыкли себе уже ничьи забрать и потом будут играть против и на очках ну что сильно как-то синие по-моему расслабились они много сильно времени проводят на свои базы в то время как опасно возвращают меня даже не прости не возвращать подожди смотри он один зашел и вернул флаг как-то получилось парика свернула вернул он еще и значит на рикошете если марикос смотрю синие как раз после своей базы и тут один игрок за счет очень интересно получилось надо пересмотреть и доставкой флага lucky star вот эти ребята открыли счет за две с половиной минуты до конца это довольно малый срок чтобы сделать ответочку хотя все возможно возможно поскольку я к примеру вижу гудмена на двойных наверное там еще дальше есть нитра и в принципе если что тундеф немножечко хотя он засветился говорится в другой игре и просто его сейчас будут разбирать и сплэш грамма и сплэш наверное принца если такой существует и соло конечно получится на воспе исполнить да что у нас красные должны все зайти в атаку более активно и вот этот вот деф от мг мне кажется хотя нет он сам уничтожается хороша надо идти в атаку красным поскорее время очень быстро уходит да далеко потому что надо доставить срочек ребят боец смотри сейчас ты лак там раскидывает порой будет очень неплохой же такой широчек атаки виртуоз подъезжает помочь они потолкаются есть правда из них как-то красный нет но они там-то большая толпе там есть скорость про которую все забыли и сразу возврат . и будет сразу ответный флажок нет не уезжает скорость хотя дроп есть дроп мотивирует на то чтобы их вперед команды но пока как-то движение вперед и незаметно есть одиночные заходы естественно смотри сейчас пес и на двойном дропе с виртуозом пытаются идти продавливать вперед но они встречаются с зомбоем который тоже с и зиткой да 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 там и зитка еще на дэшке непростая зитка за минуту ну если рейв правда без дэшки будет стоять в дэфе то тогда можно что-то придумать коллективно тем более есть доктор манхэттен по центру бдп также есть откликает внимание боец немножечко раздамажит гудмен на доктор манхэттен должен будет забирать я думаю рейва так точно смоки своей крит вылетают и будут пробовать и дергать по центру по центру нужно дула разворачивать парень парень там и зитка сзади ну сэйвит и это может быть у вас слушай потому что должен быть у вас потому что его уже закрывают смотри он уже тут по тоннельчику доставлять у меня только придержать отлично поздравляем до конца неплохо неплохо там согласись что гудмен был вот просто мог бы выйти в хайлайтер и и как-то попробовали ну может не вернуть но отвести флажок точно так ран заканчивается а я бегу статистику медицин как те команды сыграли в первом туре что они вообще играли и если поискать и крыши ты всегда навезет как говорится и ты знаешь мне везет я быстро нахожу этот тур 8 формат рвр стф я не знаю что это было за карта но счет 3 1 пользу лаки старт по раундам там ты знаешь небольшой отрыв 3 2 2 1 2 0 1 лаки старт победа я их поздравлял в тот момент наверное ну по идее да поскольку старый вот или неплохи скажем так конкретно способны и потом и вот пришел этот парень благополучно отправился в блок и и теперь он не играет нигде я не знаю но был там один поднять статистику то понять можешь говоришь я как бы не совсем в курсе последних новостей это ничего страшно коржи мч все по-новому да все начнется сначала говорил все так мы коллега немножко пропадает и здесь больше такого не будет не дает ему помехи с интернетом договорить на зима нет все дает буквально около 30 секунд до 2 лет пока что вот так прям очень сильно не меняется ничего по в плане стопов и в плане вообще игроков те же некие вижу на карте я же плюс минус папа я вижу со стороны обрадах вот тот же twin со смокой из основных и так называемой также смока а сменил он смогу по моему я так смотрю потому что там уже не только же ты видишь там бой я и у марикоса у них уже смоки мы сейчас посмотрим скажи а по сторонам здесь как ты вот говоришь с вами комментировал может заметил какая-то сторона посильнее нет если честно потому что тогда я комментировал когда комментировал блицы и как-то вот знаешь там просто была настолько динамика классные матчи я не замечал какая сторона сильнее но мы и думаю посмотрим значит они более-менее симметричные обсказал поэтому выделять я здесь не стал сильно слабым какие-то может отличия в малейших там стенках поэтому не думаю что это как-то влияет мы начали второй раунд мы начали комментировать и команды начали играть этот раунд по второму этажу вот опять же у нас викинги и вечная борьба с зитками и дроп дробь сейчас падает у нас я вижу уже гудмана кд на дряшечке также есть бдп тоже его копия на хорнет агрон сейчас забирают весь дроп смотри они должны сейчас выходить в атаку просто оси не зажались это очень явно видно скорость уже на двойном дропе должен как-то тылами заезжать пока его оксагманики вверх давят просто марикос и зомбой смотри давят но заходов пока что нету и в жип словами нет вооружения мне кажется раскидают просто сейчас растолкают красных до зомбой даже есть скорость да там два рикшета было у нас все хорошо играем или нет подожди ну я думаю это выясним просто не состоялся у воза вот что хотел сказать до двух одинаковых пушек отлично где одинаковых пушек можно вот я же думаю что у нас кланы нарушают так систематически нет конечно они у нас самые примерные сам это факт и сам почему то вот действительно мы с вами заметили что большинство дропа подавали у нас именно лаки старый но не и не сумели как-то его так воспользоваться грамотно то там скорость где-то на своей релисе который должен был взлетать прямо первые секунды где-то ездил катался разведывал тоже те же викинги на двойных дропах как бы не особо что-то придумали сейчас вообще какая-то окопная война началась я смотрю синие стоят за домиками у себя на базе красные сверху стоит троп можем просто поговорить подождать пока выходит дроп да можем это сделать тоже можешь рассказать кто из себя из кланов если ты уже немножко так уникал хотя я думаю нет является а претендентами вот выходе на мчс скажем так и рыбу тебе чувствовать по уверенней и считаю там кланов топ-3 наверно может быть ты это клан там открыл для себя новое во второй лиге в тех же плясах например не ты не открыл и вообще говоря пока только вливаюсь это все но тогда мы можем сказать что опять мы видим двойные дроп мы видим что есть подход флага и пытается оттаскивать его почему не везут наверх как ты думаешь почему они вот лезут наверх это время для увоза и мне сейчас будет мне кажется возвращать так и скорость до настал его час нет его просто толпой распихали ты знаешь территорический вопрос почему лезут да есть такие небольшие подлагивания ну дело в том что можно было и действительно мансы на сторону как-то по сбоку что ли объехать вот это попытаться дальше уйти разместить но этого не получилось скорость неплохо так заходит вообще по кронке скажем так рельсу дают визиду разряжает ее марикас опять будет право защитить флажок но никуда не уедет какой-то не флагоносник карли мне это не нравится либо давайте возить флаги да так он просто провоцирует свою команду на увоза вот именно провоцирует потому что нету дропа и куда же казалось бы куда же лезть я попробовать можно вот допустим на метре на вас не знаю должны ребята что-то придумывать потому что 5 минут это времени много это надо увозить обязательно поддашка уже падает я вижу сверху туда выдвигается зомбой другой стороне марикас там борется нос но ребята играю через верх там много дропа ну скажем так немного но он важный крайне мере для красной команды я так понимаю но они вот сверху выжидают дроп смотри что скорость улетает на двойном но он лежает на двойном дропе да он увез он увез неплохо и передал эту стафету рейбу но только вот там же тоже дернули там опять вот бдп и отдают флаг и 5 раз мин да и по центру также из опьящих щели которые можно пробовать придумать путь для возврата у нас опять разуме как думаешь будет ли это также как и прошлом что я тебя спросил ты мне ответил что не ответил что бы я думаю что будет побыстрее но я почти все так думаю что сейчас вернусь поскольку я вижу эти васпы которые несутся просто стелсом заходит но пока что они возвращали там и зиды дежурят вот как возле рейва катается виртуоз так и возле манхэттена который пока что один но и зиды всегда рядышком очень рядышком да вот мы видим сейчас возле рейва постоянно и зида но синие давят ты знаешь мне нравится их игра в этом раунде боец прямо вот возле рейва там вообще чуть-чуть рейва остается давят синие молодцы надо продолжать давить тогда это обязательно даст свой результат я не открою счет ну я по крайней мере надеюсь не то чтобы синие но кто-то откроет счет не ну при размене это же мы не на не на борде сейчас с тобой наблюдаем вот эта заруба там есть уже поджимают у нас боец обрати внимание на зомбо это будет возврат я думаю да синие открывает счет они оправдали мои надежды ребятам молодцы возврат возврат будет от зомбои тоже и 11 что 1-0 выигрывают стил браздер худ пока что но за две минуты за три даже за три окей здесь тоже можно много сделать и красным сделать камбэк кстати в просто раз тоже синяя сторона вышла вперед а потом красные догнали в конце раунда если ты помнишь значит стороны равны все стороны равны но они каждый раз повторяют да свою историю мы еще глянем третий раунд и тогда вот точно можем уже говорить а может четвертый ран глянем то есть может быть зачем обязательно глянем все что можно рейх не отчаивается вот заходит и зитка то его спасает жить просто вывозит на дальше приходится одному зиду же сливать и манхэттен просто затолкает его и педи пиво дергивает смотри флажочки его убивает только неплох неплохо парень успех ушел до пока что не пока что в принципе 1-0 и его команда немножечко пришла к успеху наверное я зеркал рекордом на не 3 метод и захода не 3 нравится они знаешь такие вроде как один раз убили второй раз убили третий раз не увидели он увез а совершенно верно это имеет место быть мне кажется вот если бы он был не на рисе так заходила то это разовый урон то есть накинул потому что харько не убил с одного раза который вот тоже без эпича с полный и а вот если бы это была жика слушать так нажили тут вообще я не знаю почему не берут же смотри как он отвлекает сильно ребят этих всех про то есть пока заезжал там всех откатай шли уже а сам будет а сами забирает двойной дроп наверху марикос тоже забирает двойной дроп и что мне подсказывает что красный должны быть отца в атаку но у них есть одна минута и 15 секунд на это и зомбой вот уже не начался едет правда там я думаю манхэттен будет его встречать нет манхэттен тоже пытается выдвигаться и зомбой просто на пустую базу грубо говоря врывается там есть амжи на респе без дропа манхэттен возвращается на д а и зомбой опирается конечно просто головой в деф жику надо быстрее спрыгивать чтобы лечить своих тиммейтов почему он так долго там на центре закручился я не понимаю сейчас его убьют просто 50 секунд 50 секунд и вот увезти сейчас и не модечне красный можно если они будут давить все еще ли стилы просто могут затейфить 38 секунд это прям очень с натяжкой надо довести ты знаешь и там так синие зажались они просто охотились за эту победу уже в этом раунде ну скорее всего так и будет за 26 секунд мы не видим того количества как было в первом раунде корпусов которые могут и заблочить если вдруг что привозим ну вот что ты знаешь 15 секунд 13 секунд все уже заканчивается ранд и мы можем я думаю констатировать победу стилбразер ход в этом раунде и они выходят в бою вперед 1-0 сейчас зомбой пытается дергать да явно не объективно я в это не верю уже и я тебе не верю знаешь есть такая песня 1-0 а потом как-нибудь на стилбразер ход выходит вперед и что казалось бы нужно только вот вроде бы начали играть команды но третий раз мы сейчас будем с тобой комментировать и лицезреть если стилбразер ход побеждают третьем раунде прям и побеждают а не играть на выходим спать то мы уходим разыграть призы куда же спать нужно же потом уже потом до согласен а если же все-таки и ничья или проигрыш то мы посмотрим все четыре раунда но мне кажется что вот тут неравенство или наверное какое-то равенство сторон может привести к тому что ребята из локистаров покажут все на что они способны покажут зубки да и вытащат десять флажков за раунд кто знает кто знает возможно и так ну что ж минутку ждем и начинаем смотреть на это действие как будто флажочек за флажочком вывозить таки старой интересно было посмотреть на это дело смотри они уже контролят троп они записали себе тайминги все будет и только подожди надеюсь либо да тайминги это делать такое если не можешь конференции если его значит если в конференции хаос то ты можешь написать чат и поэтому можем положить что пилов хаос сейчас творится конференция это уговорит опытный игрок клана алерт слушать его я не знаю просто валерте было разное повидали дали варить валерте и за все времена не знаю может быть клан поспокойнее силу разорхут так что так что 20 секунд их же так что надеюсь на и мече будем слушать конфи потому что как-то на том им че вообще не послушали ни одной конференции а это интересно и нашим зрителям и думаю это интересно и нам комментаторам интересно если у нас есть какое-то предположение думаем вот сейчас там горячо конференции потом заходим эту конференцию и там просто разброс знаешь такой что вообще нельзя играть даже но итак у нас начинается 3 боец выходит заходит не знаю зачем меня это возможно что-то возможно тактический ход он пытается запугать соперника ну а мы начинаем раунд дробь выпадает на карте рейф я вижу выдвигается верхом со зиткой берет дэдэшку зитка кто видит манхэттена никто он просто в тыл заезжает сейчас будет накидывать а смотри что маленько сделать он вообще там легко так берет дэд и пойдет в атаку на том фланге это вообще изи говорится сейчас ему надо накинуть по виртуозу чтобы он не мешал ему кстати виртуозка это команде также старый игрок и раньше он играл точно не скажет точно где но но не ветеран киберспорта так что атака полностью отбитая вот сейчас со стороны лаки старов там зомбой просто разобрался совсем зомбой решает да да он тащит этот парень тащит на первый это флаг подхватили красные получается правильно нет не буду не подхватывали вообще как я только что же ты чё а до боясь потерял на базе и тогда подергал тряпочкой хватит там изменили вооружение марикос обрати внимание рейв скорость до просто три человека из команды изменила вооружение что-то грандиозный готовится действительно лишь тебе сказал готовится какая-то заготовка которую мы не ждали просто комментатор и зрители тоже да и зрители тоже тем более ну что синие смотри стоит на базе зомбой получает по смоки от манхэттена с бей с другой стороны что-то ты знаешь красный заходит любит ее на чужую базу смотри беде петель сам разъехал его убили ой какая жалость я же жалость 0 0 и скорость почему-то перезаходил вообще на карту а он смотри на чем играет на твинсе хори твинс прикинь ты умеешь играть на твинсе нет а на твинсе тем более это вообще не все это высший пилотаж там получается он же на рельсе был променял рельсу самую не скиллозависимую пушку пинц на самую скиллозависимую пушку ты субъективное мнение и расходятся мнение бывает это как холивар знаешь рельсовоиды это не свободно у нас есть смотри у вас от марикоса он на двойном дропе пытается вывести вложочек на центр его встречает тут скоро сдох у него уже нет дропа но все еще целый почти вот джек вовремя подъезжает убивают они выживут хотя нет твинса они выживут не вижу на этом плане да ну это уже честно говоря было опасно это за немножко понервничали сейчас красный вот этот момент прям ну то они и я думаю что си не могли поставить если бы он поехал наверх потому что первое этот парень не видел спиной когда ввез флаг и он поехал наверх потому что может так будет быстрее а там его поджидал именно персон так что вот так где упадет сломен капоте лба у нас есть у вас от бойца смотрю он с пустой базы буквально везет на правда он бит его сейчас убит скорее всего но пытается все еще он везет и уже встретили и он может ставить и сейчас у того надо перекрыть рейва марикоса дырку просто надо закрыть и тогда боец доставит боец откроет счет давай есть 1 0 мы поздравляем стилбразер худ снова впереди стилбразер худ как что как это можно расценивать с их стороны это это намек на досрочную победу или это просто так знаешь она 1 0 поставим для уверенности а потом уже будем дэфить как ты думаешь будем дэфить 6 минут нет ребята не должны дэфить еще много времени слишком чтобы дать и там последние полминуты минуту знаешь как синяя в прошлом раунде сейчас ни в коем случае дэфи нельзя причем у них флаг уезжает кстати рэйв пытается увозить у вас есть обжиком и рэйв взят наверх почему наверх вот тут уже тебя видят и манхэттен и персон все тебя видят и тебя убьют ну да весь персон даже который явно врывается один на троих он просто много на себя берет мне кажется даже без поддержки слишком много до на закон и резко отправляются ну что по раунду спустя стилбразер хоть впереди а те возвращаться до этого два раунда си начинали открывали счет а теперь прекрасно открыли прям только переломный момент вообще да но все равно стилбразер ход просто сплошная реклама стилбразер ход они во втором раунде открыли счет и в третьем кричит правда они сравнивали так что как вот боец опять таки есть заходе на продать вниз будет держать в у нас на расстоянии и правда просто отвлекают против четверых боец я явно ничего не придумает и я думаю что он профессионализм один боец в поле него один один боец и туда ник подходит ты знаешь он вот на своем вот этом восполновать и зашел расстрелился больше не может стрелять его начинает раскидывать и если стрим то он явно не попадет по соперникам на двинсета сложно играть он как бы профессиональный твинсовод поэтому я думаю у нас есть подхват от эво но подхват быстренько убирает амг или амг не знаю как правильно амг наверное кстати у нас в чате появилась форма для для розыгрыша да это важная часть поскольку это сделать легче разыграет наш оператор после данной трансляции и вы просто написали на свои контактные данные я думаю что не первый раз вы видите эту форму уже не первый раз слушают расскажи мне как то что делать но так ты все равно не выиграешь в смысле выиграешь и заполни выиграю не или комментатор тебе ты не пройдешь но там вообще все легко нашли расскажу нашим зрителям которые возможно первый раз нас смотрят там просто вы кликайте по этой форме наш модернат должен кидать ее там частенько не будем скрывать и там буквально около трех полей если не ошибаюсь там ник в танках контактные данные какие-то ваши да и все и потом крутится барабан как в случае с мг который сейчас пытался вывозить сейчас рейв пытается вывозить смотри на двойном допе у него есть все шансы потому что марика свое встречает а у рейва еще достаточно хп у него дашки он везет сейчас боец не помешает а боец может помешать боец да кстати боец будет дергать но вопрос нет он просто врежется и просто мы заряду считали на бойца он не слушает за не трой 40 он поехал за не трой вот я в этот момент сейчас я смотрел на него до последнего он он поехал за не трой который вот там лежит чуть дальше за базой синих и он если бы не пахнет и он бы уже оттаскивал и это был бы уже размер сто процентов но нет он решил задний только своему вас будет так быстро ну и вот все таки этим и камбэк понимаешь вот он камбэк подъехал от лаки старт бэк из рио ну посмотрим потому что еще не не все решено хотя если лаки старше за дефис а что им не и нужно в принципе но если надо дефисом 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 вывозить еще флагов а утреш не поймет что происходит на строке что покрутил башней не все тарелки немножечко все правильно но по нему уже пёса начал накидывать эти вот ожидания конечно очень кстати а боец смотри заходишь там на свои нитря по тылам это это зря просто двойный он просто сейчас ой рельса прилетает и все просто глухо прилетело это рельса вот если бы он был человеком и и все было обидно ты знаешь нет имею ввиду что если бы его корпус был как человек он просто знаешь ехал кого не трогал тут рельса прилетает как что сегодня его ну что-то красный ты знаешь зажали с консуром да мне это не нравится потому что так зажиматься и можно потерять причем все смотри марико это заходит на двойном дропе хотя дэшка падает но да все еще есть главное с мг разобраться сложно да все же зажиматься не стоит если какие-то подсказки нашим модератором сейчас ну ладно продолжаем комментировать все минуту до конца и это самое интересное сейчас момента будет если стилбраузер хоть смогут вытащить флажочек они выиграют этот раунд и выиграют бой это три очка себе в копилку положит ну или им положит судей да но положит положит так и лакистар хотят тоже победить они тоже хотят целых три очка положите в копилку ну так вопрос тогда к лакистарам чего ждать если бандэшка выпала уже с аптекой ладно они этот раунд уже все затащили они как бы сказали хватит чувствовали вкус победы ну потому что зомбой смотри стоит он постоянно на флаге не знал прирост а слушай мне такое чувство что у него вообще афк если честно потому что он как-то действительно когда нет атак он просто стоит и вот не обращать внимание абсолютно не на что я бы не скидывал бойца со счетов за столь малое количество времени но тут больше паркур нет а посмотри у них 9 секунд и они могут заставить если никто не мешать будет марикосу марик мешают стены и даже вернут на а интрижка то сохраняется до последнего момента на крышка интрижка такая вот ничейка у нас выползает папа папа да вот здесь чем минут 12 чтобы заполнить форму и выиграть детские призы у нас каким на статье при забывайте нужно сразу и бывают в основном насколько я знаю это вот именно голда при пасеке разыгрываются также есть небольшие кристальные вознаграждения также по и по идее по идее есть премиум аккаунты но я же не знаю я живут комментирую поэтому не открываю вот эти вот промокоды а то есть мы загляем промокоды они конкретные призы это да но в них то уже что-то лежит это понятно таком дело и так что четвертый раунд впереди ребята собирают дробь и давай уже решим кто выиграет лаки старый листер бразер вот да спросим наших зрителей я потому что когда раньше комментировал я любил это спросить давай а еще когда брачками сервера наверно в один один было там моя нет и в кланах тоже там в группе были голосование так что мы можем тут не больше голосовать раньше были голосование мы там смотрели там допомним 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 а где что-то на Сергее говорим да на Сергее штука такая но да давай спросим может быть нам в чатике что-то и отпишут если ты можешь поконтролировать я написал ЛС или СБ ребята мне могут не понять но ЛС это Лаки Стар а СБ это СТИЛ БРАЗЕРХУД ЛС или СБ это если бы в реальной жизни такое спросить я не так бы поняли как тут но я думаю что у нас я расшифровал все нормально подожди ребята проголосует мы узнаем чьих болельщиков у нас больше Лаки Стар или СЕКОН БРИЗ о нет СЕКОН БРИЗ спросим СТИЛ БРАЗЕРХУ это сильно в ностальгию я залез уже СЕКОН БРИЗ аааа действительно название у нас вот счастливая звезда вот как вот интересно чем ребята почему счастливая звезда надо бы у них будет спросить когда они станут чемпионами тогда мы это и сделаем а мы начинаем кстати вот уже четвертый раунд ребята самые уничтожились а мы начнем пожалуйrywе действительно даже есть заменных никаких не на funcion BTP то там куда то выходил захотел боец точно так же Посмотрим, 1-0 пока что по раундам у нас, насколько я помню Ты знаешь, много так и за субботу, и за ЛС голосуют За субботу? Ну, с ССБ суббота Суббота была недавно Не напоминать Суббота Я понял Ну что ж, у нас уже есть контроль дроп от Эво Он уже на громе, он на двойном дропе против Манхэттена Выступает, который Которым, ну, Эво нужно по бойцу накинуть Вертушка такая по бойцу, там будет И подхват, смотри, скоро зато Никуда он не видит, никуда абсолютно Там, правда, есть Марикос с Авжиком Вот эти, вот у них шансов побольше, мне кажется И Марикос двигает А боец везет, смотри, боец, куда такой везет Боец вверхом, везет своего, смотри, на нейтре Марикос тоже вывозит, и это будет размен? Как ты думаешь? Я думаю, что да Не убьют бойца, все, он уже сэвился Он уже у себя на базе Так же само, как и Марикос Все Но есть BDB Есть BDB на двойном дропе Который сейчас будет просто накидывать свои Сфлэш-громы По дефу и персону на ддшке Есть Марикос очень опасно Прижать персону нужно посмотреть вообще Не туда Это возврат Это возврат Возврат Да, да, да И доставка И еще можно по кругу Еще можно увести еще разок, мне кажется Рэйв в АФК Рэйв просто АФК Капитан команды АФК Вышел куда-то Ну так Подъели Просто Даже не предупредил никого А заходит на замену SRT SRT, AMG Такие вот Автолюб Клуб автолюбителей А может это просто не учат азбуку Ну ладно, не будем сейчас об этом Боица снова пытается Увести Ну это не получается Виртуоз Тут наизите свои Посмотрите, что делает Сливает еще Зомбоя И будет улетать на Ну от рельса не уйдешь От рельса не уйдешь Пушка хотя бы и Ну еще и минус, да Полу-минус Пушка не так Ну пушка не очень скиллозависимая Но от нее тоже не уйдешь Мне кажется И Ну Марикос от Винсета Симбольно не уйдет Куда что до рельсы Винси Ну да Так, все К разным надо делать камбэк Потому что Если они проигрывают этот раунд Они проигрывают Бой Им надо только выигрывать Получается, чтобы Заработать одну очку Так Правильно, губер? Верно Истину глаголишь Да, и у нас есть подхват От СРТ Он уже один уезжает У него нет изида Его убьют Обязательно убьют Флаг далеко не уйдет А пес Тем временем Верхом заходит на чужую базу Ну пока Он не спешит Он едет Вон смотри За ДАшечкой За ДДшечкой Чтобы не отдать соперникам Но все же Он может Проатаковать И считаю При поддержке тиммейта Который, смотри Боец Заходит По правому флангу Относительно Своего флага Ну и пес Он надо помощь Все-таки Да У него быстро ХП сгорает От этой езитки Вот это она Жрет, конечно Наверное Наверное не ужинал Не ужинал Не ужинал Это такое Да и так Шесть с половиной минут Аймджунас Аймджунас К слову Уждал фулки Но у него Спала ДДшка И поэтому Он даже не стал Забирать не тру Ну да Так что У нас по верху Восьмидуя снова Красные давят Красные обязательно Надо давить С шесть минут Просто Постоянного Жесткого Контроль Чужой базы Жесткого Отжима Да Крессинг Надо обязательно Конкретно Конкретно От СРТ сейчас С Марикосом Пытаются верхом Зайти Ну давай Лечи его И короче Надо Возить флаг Давай давай Быстрее Пока я стреляю Причем Два флага Вам надо возить Ребят Один вообще Никак не подходит Один это все равно Что вы ничего Не увезете И смотри Бедипит увозит На нитре По флангу Это два нор Будет читали Тогда ребята Из красной команды Точно расклеится Но боец Поможет СРТ Там тоже Действительно Непонятно Марикос Просто вот Ты знаешь Твое положение Собираю дроп Он просто Собрал дроп Вместо того Чтобы Как-то Побыстрее Что ли Но это Есть В перспективе Попутка Воза Какая-никакая Но нет Тут просто Зажимают его Персон с Изиткой Но Марикос Также Есть изитка Которую Почему-то Зиметил Сразу И есть СРТ Тоже На А-да-да-да Так Слушай Тут еще Можно И попробовать Разрулить Эту ситуацию Да ну ты что Как тут разлить За 5 минут Надо 3 флага Увести А за 5 минут Потрогать его Нормально Не смогли Ну я Образно Говорю Ну то они На дропе Не были Слушай Сейчас Их тоже Уже Не дроп Их убили А с золотой Смотрим Время На дашке Это Прямо Заебазин Не знаю Зачем Так делать А кто Это у нас Тут святался А это же Скорость 007 До Который Был на Не 3 И на Рельсе Правда Сейчас Он Брался На Респ А Замгой Как-то Вот Очень Пассивно Играет Он стреляет Просто Стенку От Винси Его Команда Проигрывает Два Флага Ему Причем Одессит А он Стоит И стреляет Ему Васп Нужно Одеть Я думаю Васп Да Васп Думаю Будет Веселее Стоять Он Контролируется Я сомневаюсь Что он По собственной Воле Вот так Приклилется Коум Мне кажется У него есть Какие-то Установки Которых Он Сначала Придерживается Я думаю Что там Уже Все Берут Игру Свои Руки Когда 2-0 Проигрывают За 4 минуты До конца Все Крепленные Замбои Едут Тащить А Замбои Просто Вот Расстреливает Бедных Атакеров Из Стилов Эго Эго Может Влететь Правда Есть Да Действительно Есть АМГ Который Не даст Ничего Сделать Нужно Защищаться От Винсов Ребятам Из Локи Стар Я думаю Да Кстати Мы с тобой Ни разу Не говорили Про Модули Нет Я про Это Забыл Совсем Почему Так Ну Знаешь Когда Две Разные Две Разные Когда Ты Уходил Точнее Когда Ты Перестал Откомментировать Да Мы С тобой Или С Двоими Коллегами Мы Смотрели На Модули А Смотри У этих Модули Старые А У этих Новые А Сейчас Уже Абсолютно У всех Новые Модули И Старые Одевают Только Когда Они Очень Подходят Прям Вписываются В Картины А У меня Только Старые Модули Я Вообще Не покупал Это Только Старая Вера Получается Да Ну Если У тебя Старых Много Модулей То Тогда Не знаю Новые Так Знаешь Они Классные Есть Именно Сочетание У меня Около Восьми Штук Ого Это 8 250 Это 2 Миллиона Рислил А Слушай Скидки Я же Умный Человек Миллион Хорошая 50% Не Не Транжир Ну По-разному Там И 25% Было Я Сказал Но У нас Я не могу Сказать Потому что Очень активные Боевые действия Происходят На карте Просто Штурмуют Боевые действия Штурмуют Базу Синих Запад 2017 Прям Да Конкретно Тут Творится Ну ладно Три минуты Три минуты Три флага Вести Это реально Скажи Да А еще Более реальнее Тем Кто Не заполнил Форму Нашу За две минуты Вообще Изи Изи Просто Рилток То есть Ты бы разверху Смотри Уже благодаря Своих оппонентов Они понимают Что они положили Себе в копилочку Подниматься Мы не будем Сейчас об этом Уточнять Потому что Это опять Там Вычислять И так Не хочу Уже Две часа Вечера Две часа Вечера Надо бы Уже И спать Скажи Что После Комментирования Пальца После Комментируя Здоровый сон Чтобы переварить Все что Увидел На поле боя Согласен С тобой Когда придут Победители Форума Это что такое Вопросы Я решил Почитать Не знаю Когда придут Эти парни Маркус Будет сейчас Пробовать Возить На универе Заканчивается Дашка Он как-то Вот Есть Знаешь Я чисто Из Фаерплея Ребята На синей Коман Ты посоветовал Пытать Красного Ну нет Зачем Три смоки Играют Три смок Три смок А ну-ка Три смоки Что ли Да вот Смотри Эва Играют За смокой Марикас И Это еще Это еще ТП А СРТ СРТ Марикас Эва Ну неплохо Что ты скажешь Как судья Что ты скажешь Я скажу Что Три смоки Это десяток Плохо Вообще Это плохо Значит Это скорее всего ТП Это не 2.0 А 3.0 О Слушай То есть по-моему Большая разница Ты такая Ну Побольше Побольше Уйдет Смотри Они вышли Переоделись Не знаю В общем Уже нет Три смоки Они Придерживаются Факт Знаешь Факт Зафиксирован Все Это как Вот Скоростной Режим Нарушил Немножечко И не важно Что ты потом Едешь Там 50 Ну Ты же Проехал 100 Так что Вот Как-то Так Сиран Заканчивается Четвертый И выигрывает У нас получается Силбраза Худз За счетом 2.0 Так Или 3.0 2.0 Заслуженно Побеждают В практически Равной борьбе Надо дать Должны И ребятам Из Лакистара Не такой Хардовый состав Как раньше Наблюдали Мы за этим Кланом Но сейчас Я думаю Что Расскажи Подушка Что сказать В чате Просит Что сказать Подушка Подушка Ох Как же Весело Становится Ну Потому что Весело Становится Потому что Розыгрыш У нас Будет Сейчас Вступать